это рыба белая в томатном соусе с рисом смотрите какая клубника 4 доллара розовая ну и главный герой нашего визита укроп обыкновенный смотрите кто-то украл цветок подожди шардонесс рашин вивы бухлер вот это вот прям вот это нам да и мосьор и в трейдер джо скупили вот эти фиги в смысле как они инжир полосатый тигровый я хотела показать вам какой он внутри я честно говоря сама первый раз его пробовать буду ой красавчик красавчик он прямо такой вот этот вот эти желтенькие зеленый не знаю хотя тоже мягкие все мягкие сейчас буду пробовать скажу вам какой на вкус так страшно юра не любит свежий жир поэтому очень вкусный очень вкусный просто просто вообще великолепный и вот эта кожица очень мягкая ну спелый там видно что спелы наслаждение сплошное так ребята что у меня сегодня на мой ппшный обед написано что блюдо надо приготовить на два дня это рыба белая в томатном соусе с рисом рис у меня есть коричневый там по рецепту просто можно белый рис но длиннозерный я решила взять вот коричневый раз у меня есть рис надо предварительно отварить потом взять рыбу положить ее на рис формочку то есть формочку с рисом сверху рыба залить вот этим соусом точнее не этим там надо взять помидоры перемешать их блендере в смысле перемолоть в блендере помидоры соль перец там травы базилик короче говоря все что вы хотите специи какие хотите но я решила раз у меня есть маринара в принципе она я думаю что по составу должна подойти ну примерно потому что здесь тоже томаты оливковое масло лук соль чеснок базилик черный перец орегано вполне себе то что мне нужно вот этот рис я решила тут вот есть инструкция у него что можно сделать в микроволновке на две порции написано что готовится один к одному то есть одна чашка риса одна чашка воды и на 7 минут в микроволновку я так и сделала а потом вот остальное все же будем запекать в духовке 20 минут вот такой получился рис из микроволновки буквально за 7 минут 7 минут он варился и плюс еще 5 минут где-то он стоял под крышкой ну короче он сварился во всяком случае мне так кажется теперь мы этот рис перекладываем в форму кладем сверху рыбу заливаем соусом и еще забыла сказать что еще нужен тертый сыр у меня только моцарелла поэтому будет она и ставим 180 градусов в духовку на 20 минут выпекаться такая вот красота у меня получилась напоминаю это обед или на двоих или на два дня не на один раз ну все через 20 минут увидимся ну что вроде как все готово надеюсь все пропеклось даже сурочек запекся немножко попробовать в гордом одиночестве и ем свой обед в общем я уже рис попробовала мне очень нравится то что вот этот соус он весь пропитал рис вот и рис такой немножко поджаристый получился номера может потому что он как бы коричневый рис поэтому может быть он как-то немножко по-другому со всем этим блюдом работает но мне прям вкусно рыба рыба тоже видите под соусом готова можно любую рыбу белую нежирную по рецепту даже оба треска но я честно не помню какая у меня была рыба какая-то была рыба у меня два кусочка как раз но не помню название может быть она и была может был сибас но я не уверена короче ужин даже если это не пупо это было бы то я рекомендую очень вкусно наконец ребятушки отобралась до спраутс надеюсь тут будет укроп тут смотрите тоже есть персики которые ну не которые мы вчера купили в трейдере но такие белые персики 2 паунда за 3 доллара это получается 4 паунда за 6 очень выгодно а вот нектарины тоже 2 паунда за 3 доллара это очень-очень выгодно единственное что танец как-то странно положены тут по 2 по 4 перекладывал что ли вот это пожалуй я возьму смотреть ежевик 2 2 за 5 2 за 5 хорошая цена только конечно проверяется были хорошая вот и малина тоже 2 за 5 тоже маленькую возьму так клубника 2 за 6 а сколько здесь сколько грамм здесь полкило так сейчас я посмотрю еще там если там еще есть если что в этот вот смотрите какая клубника 4 доллара розовая rose strawberry типа не розовая а как типа розы ничего себе я такую никогда не ела может ела но не помню мой кажется она вкусно пахнет судя по запаху да так клубника здесь есть большая упаковка получается за 5 долларов да а еще есть вот такая расфасованная поменьше за 3 доллара то есть вот это получается выгоднее весом тема вам осталось было из чего выбрать ладно сейчас выберу о появились смотрите инжирные персики опять еще так за один паунд 3 доллара их взвешивать да видимо мягенькие хорошие наверное возьму так такая корзиночка чуть больше паунда где-то где-то ну да четверть паунда еще тут 1 и четверть наверное возьму такие что-то мы в гости идем я хочу с собой взять ягод и вот персики наверно а вот тоже кубинчика из расфасованная 2 за 4 тоже хорошая хоть все бери ладно наверное это большое нормально ну и главный герой нашего визита укроп обыкновенный смотрите какой пучок здесь за 3 доллара вы помните какой вчера был сейф вэй вообще шикардос да возьму его пока есть и выйти его мало тут пойдемте посмотрим если здесь мука 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 рисовая просто интересно для сравнения сколько стоит о смотрите есть тоже стоит по моему также как в этом цифры вот есть вот такая по-моему где-то что должна быть белого риса мука но не вижу не вижу 3 только большой выводы тоже всякие разные что-то я еще здесь увидела так это кокосовая это из этого форм по лентой тоже смотрите так не вижу из белого риса может быть вот это нет это белая тут мука кажется нет рисовая смотрите из рис рис белый рис бурый а тут еще тапиоко флор милитва это не короче это смесь это смесь но хорошая тоже хорошая но я буду знать что здесь такая же цена их главное что здесь есть в наличии так все отопарилась иду на кассу сейчас скажу сколько мне это все обойдется добро ну что наш фруктовый ягодный чек вышел на 20 долларов 13 центов прибежала домой сразу взяла порезала укропчик это я вчера покупала или позавчера когда в трейдере петрушка такая кудрявая и кинза потому что сразу все я не использую она же портится вот и вот я замораживаю потом когда мне надо достаю в принципе мне подоходит и заморожено зато не портится ура ура у нас вечер пятницы и мы выдвигаемся в гости мы едем в гости играть настольные игры как догадаетесь кому сейчас увидите идем в этом обувается чего лишь происходит лишь ты рад что пятница мы приехали вы узнаете это место мы тут с этими с дарами фруктово-ягодными давай звонить мы сегодня забыли ключи смотрите кто-то украл цветок это не смогли унести потому что тяжелая да а тут украли нет смотри здесь есть ёлка но цветок а здесь нету а украли алёша собрался пугать или что что зачем хочешь напугать их сейчас они тебя напугают что это у вас тут классная до штука ты помнишь вова такую маленькую да да как она долго катается да да можно сейчас запустит ты запустишь можно в разные смотрите их там три как раз запускал железный шарик застревает на спирали потому что он слишком тяжелый а вон там внизу много вот таких вот лучше не железный пускай они стеклянные да или какие они внизу внизу вон лежат вова под твоей ногой как раз да давайте железный уберем да он не подходит сюда вот лёш смотри классно классно у нас как всегда красота да home made from scratch юрий смотри тут по твою душу пирожочки пирожочки ватрушечки все дела я ему говорю ты ужинать будешь или будешь надяной пирожки он на один и пирожки буду я говорю прекрасно тогда я тебе не буду ужин готовить каждый день кормят потому что а пирожки через день поставляют я бы наверное вот пекла бы пирожки если бы и кроме тебя кто-то ел а так я думаю ты не справишься с таким объемом пирожков подожди шардонез рашин ливая бухлер вот это вот прям вот вы тоже да привет ну вот видите наверно ты посмотрел сколько тут градусов бухлеру этому 17 год 13 9 однако надя ты как бухлер да бухлер молодец надя смотрите мы пьем вот бухло а вот надя себе сделала шампанское посмотрите женщина какое исполнению как будто бы немножко как тут наверно тут и нарисовано полы вики везде вокруг может быть у него есть это так это же это же шардоне а может все время с каким-то таким не тут не написано как вы думаете что делать с лёшей его положили под дело тяжелая в надежде на релакс попробуй 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 зачем лёша одеяло это хорошее это тяжелое а мне говорит это а мне говорит это аппликатор кузнецова а лёша тебе тоже понравится вот эта штука йоговская йоговская попробуем полезная кстати говоря ну-ка попробуй лёша давай давай а вот хэви отделом дурдом ромашка если они мне дадут отдайте мне одеяло и попробую под ним полежать не дергайся не дергайся на этом хорошо просто лежать спокойно помогите приятно нет вася дайте тюгань подушечку вася под столом лежит это очень жесткий это очень жесткий вася нет не жесткий я тяжелый вася не нет 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 ой мои дети не дождешься от вас помощи по вот меня бегает такое дело я не могу АУХ avoirи Валя, это вот эту штуку, Юра, для моей спины. Какую? Я поняла, что моя спина не отбегает, а тут я спу на плоте. У меня выгибается поясница в другую сторону. Мне она спать на спине обидела, и она вокруг обидела. Это же классно, хочешь попробовать? Обидела меня не ощущают, только жарко. Мне очень нравится это одеяло. А вот как она лежит на мне, я даже не чувствую. Ты чувствуешь? Я должен чувствовать это одеяло, что оно теперь дарит. Я должна когда-то маленький. Мам, ты такой crazy. Слушай, классно. Вот мне надо на шею. Да, мам. Ты думаешь? Нет, не трогай свою детьку. Ваня, как? Ваня, не надо. Я сплю. Такой кайф. Смотрите, подушка такая есть. Ну, честно говоря, наверное, с волосами приятнее, чем ты зовешь. О, белос больно. А ты? Ну, привыкаешь. А ты можешь видеть этот стенд, где... Я ему уже похудела. О, хлеба. Люра, ты мне это попробовала, тебе понравится. Нет, спасибо. На формате не так. А ты реально в детстве не практиковал вот эту йогу? Мы не представляли? Нет. Все, возвращайся к вам. Все, что прописано. Как в этом фильме, внимание и переход. Все положено. О, хорошо? Да. Вообще. Но если не двигаться, то может долго, наверное. Что? Help? Да. У меня подушка. Это для шеи. Вот так ложишься, ложишься и под шею кладешь, для того, чтобы массировать вот здесь шею. Одеяло мне показалось легкое. О! Мы играем. А черную можно наположить? Посмотрите мои карты. Ау. У тебя есть такая карта? Сделай, чтобы он пропустил. У тебя есть такая карта? Мне нету. Жалко. Как сделать джепен? Что? Как сделать джепен? Она уже сделанная. Не, нужно добавить джап энд пэн. Джап энд пэн? Джа энд пэн. А потом еще одна джепен близко появится. Это что? А потом уже не на ее и она будет одинаковая. Эта будет две дыры других вещи. Место. Две других страны. Все, идемте. Собирайтесь. Одевайтесь, обувайтесь. Мне нравится это главное. The world. Да? Политическая карта мира. Все, пошли эти дети Сервяк поглотил Вову А что у тебя с Финляндией связано, Леша? Это что, Спанчбоб и Патрик А, Спанчбоб и Патрик Вот Патрик сказал, вот это когда Руболинбол Прилетел к нему лицо? А потом говорит, айот и Патрик А потом он сказал Финлянд А что ты начал? Я не знаю, но это было так Это просто страна, окажется Давай оставим счет, который был Вова хочет доиграть в игру Как она называется? Она фаза, да? Фаза 10? Вове прям понравилась Но, наверное, не сегодня, да, уже? Хотя еще сегодня время есть Сейчас полдевятого Да, можем поиграть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому